День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком, программа «Без антракта», я и ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня из Сталина онлайн художница Светлана Лехт. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Тера Хомикуст. Очень приятно. Светлана, у меня обычно для того, чтобы познакомить слушателей с героями, есть два вопроса. Я вам сейчас их задам. Первое. Почему театр? Не было особо выбора. Я в семь лет знала, что я буду заниматься костюмами, и такое ощущение, что это было предрешено. А семья как-то к этому имела отношение? Или вот вы в семь лет просто, пойдя в школу, сами знали, что вы будете делать костюмы в театре? Да. И семья к этому не имела отношения. Вот это удивительная история. Сейчас мы с вами о ней поговорим. Единственное, что моя мама мечтала быть модельером, я думаю, что, наверное, этот момент повлиял на ситуацию. Ну, то есть она у вас в детстве как-то шила для вас что-то, наверное? Да. Дома, да. На старых ножных машинках ещё все тогда шили, и руками, и всё это было. Было всё в таких условиях, да. Так что поводы всё-таки были. Да. Значит, вы выросли всё-таки в семье, где мама любила шить, и вы нашли себя как художника в этом. И костюмы. А почему театр всё-таки? Потому что, ну, костюмы могут быть в кино, костюмы могут быть в ателье, в высокой моде, где угодно. Почему театр всё-таки? Театр, наверное, наиболее, даже не могу сказать, волшебный мир. Мир, где создаётся целая история, целый новый мир. И часть этого – это костюмы. Это, конечно, потрясающие эмоции, потрясающие впечатления. Когда я первый раз делала костюмы для спектакля, я поняла, что я пропала на всю мою жизнь. Хорошо. А когда вы первый раз делали костюмы для спектакля? Первый раз я делала костюмы для спектакля в городе Новосибирске в театре «Красный факел». Это была экспериментальная постановка на малой сцене «Сумерки богов». Это была красивая и очень впечатлившая меня тогда история. А кто режиссёр, помните? Да, Константин Костин. Помню. Хорошо. Значит, ваш дебют в театре состоялся в Новосибирске в театре «Красный факел». Ну, один из самых интересных театров России, на самом деле. Один из самых известных. Да, я люблю его до сих пор, да. Да. И дальше вы уже пошли работать в другие театры. А заканчивали какой вы институт? У меня первое моё образование – это модельер-конструктор. И второе образование – это театральная академия города Санкт-Петербурга. Ага. Тоже хорошее место, мне кажется. Да. Где было очень много интересных людей и есть ещё до сих пор очень много интересных людей, преподавателей. Я очень люблю там своих коллег из кафедры театроведения и продюсирования. Вот. И там, и там. Даже я там как-то лекцию читала, приглашала. С удовольствием и ностальгией, прихожу на улицу Маховая, да, конечно. Хорошо. А тогда второй вопрос. Потому что мы потом ещё поговорим про театр. Но я хочу задать второй вопрос, который я всегда задаю. Почему Таллин? Вот вы учились в Петербурге. Ваш дебют в театре состоялся в Новосибирске. Это уже два города в России. А почему Таллин появился в вашей жизни? Не спроста. Дело в том, что я наполовину эстонка. Мой отец эстонец. Точнее, он даже финный эстонец. Потому что моя бабушка финка, а дедушка эстонец. И есть семейная такая, в общем, чудесная, может быть, легенда. Но обоснованная и основанная на реальных событиях. Дело в том, что две мои бабушки познакомились в Сибири, когда финскую бабушку туда сослали. Они подружились и решили, что они поженят своих детей, если у них будут разнополые дети. Когда у моей финской бабушки родился сын, а у моей сибирской бабушки родилась дочь, как-то они совершенно случайно встретились в Эстонии. Да вы что? Они потом уже встретились в Эстонии? Нет, случайно, потому что мои бабушки очень элегантно организовали эту встречу. Мама приехала в Эстонию, познакомилась с папой. И она не решилась перебраться в Эстонию. Она осталась в Новосибирске, и папа переехал туда. А я, получается, всю свою осознанную жизнь постепенно передвигалась из Новосибирска в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Москву, а затем в Таллин. То есть такая дорога была обратно. Долгая дорога домой? Да. А вы чувствуете себя в Таллине дома? Да. Да. А сколько лет вы уже там живете? Я живу два года. Два года и несколько месяцев. И я была здесь в детстве, и даже забыла об этом. Потом мои друзья рассказали мне о том, что они путешествовали, летали на такой чудесный город, и мы приехали сюда как туристы. И как только я приехала сюда, меня втянуло просто вот какой-то силой. И буквально через два года я уже проживала. После своего туристического визита я уже проживала в Таллине. Ну хорошо. Тогда давайте мы сейчас сразу окунемся в вашу таллинскую профессиональную жизнь. Чего вы достигли за два с половиной года? Вот два с половиной года, да, примерно в Таллине живете. И чего вы достигли за два с половиной года? Ведь вы же уже поработали с несколькими театрами, как я понимаю, приехав туда, в общем, на новичка абсолютно, с нулевыми какими-то контактами. Но сейчас я хотела поговорить, и уже даже анонсировала, что у вас случилась большая премьера с большими костюмами, и мы об этом отдельно поговорим. Но вот ваш путь в Таллине за два с половиной года, потому что очень многие люди теряются же, когда приезжают в новую страну, в новый город, где нет профессиональных связей. Расскажите, это вдохновляюще очень примерно, мне кажется, у вас. Дело в том, что я к этому моменту, наверное, уже была натренирована начинать работать в новом городе. Я меняла города, и, соответственно, я понимала, что когда ты приезжаешь, ты должен в очередной раз доказать, что ты умеешь, знаешь, стоишь, профессионален. Поэтому мы переехали в период пандемии. Это было, конечно, непросто. Но так случилось, кто бы знал. И первое время театры не работали вовсе. Театры были закрыты. Но как только что-то начинало приоткрываться, я начала писать, звонить, говорить, что я очень заинтересована, я хочу работать, я готова работать на первом этапе бесплатно, я не могу жить без театра. И несколько, в общем, коллективов откликнулись. Я начала работать в Русском театре кукол. И мы делали постановку по ту сторону Ширмы. Затем мы на основе этого материала сделали спектакль «Снежная королева». Потом я начала сотрудничать с театром вновь появившимся Дракони Песса. Это тоже кукольный театр. И спустя какое-то время позвонил Филипп Лось, который предложил такую чудесную постановку просто подарок для художника. Ну так вот, тогда мы сразу переходим к этой работе, потому что, мне кажется, она для вас очень важна, так же, как она важна сейчас для Русского театра Эстонии. Это, наверное, такая большая костюмная постановка. Первая за последнее время после пандемии были премьеры, были очень разные спектакли, были очень интересные спектакли. Вот я сама посмотрела и рассказывала недавно здесь про «Мёртвые души» Нюганена, который вышел недавно. И вот сейчас в апреле, да, в начале апреля, по-моему, или в конце марта, когда у вас состоялась премьера, вот буквально... Восьмое, восьмое апреля. Восьмого апреля была премьера, да. Вот, ну, примерно месяц назад состоялась премьера «Серанода Брожирак» на большой сцене, режиссёр Филипп Лось. Вы художник по костюмам. Да, всё верно. Что такое исторический театр на историческую тему? Вот как художнику по костюмам интересно в этом работать? Как вы подходите, с чего начинаете? Как вы работаете? А кто сценограф, кстати? Екатерина Седова. Вот как вы со сценографом вместе? Как это всё происходит? Расскажите, пожалуйста, как это всё происходило? Интересно людям всегда. Я особо благодарна Филиппу за то, что он... Безусловно, благодарна за приглашение на эту постановку, но особо благодарна за то, что он анонсировал это заранее. У меня было время, которого так часто не хватает в подготовке к постановке спектакля. У меня было время получить удовольствие, провести изыскание, поработать в библиотеке, в прекрасной Таллиннской библиотеке с видом на море. Это особое волшебство. И я могла спокойно продумывать всё. Филипп дал вводные данные, в каком стиле, что бы ему хотелось увидеть. Это было согласовано с Екатериной. И мы, в общем, каждый делал своё дело. Мы работали. И я подготовила эскизы спокойно, с удовольствием, насладившись процессом. Ну вот смотрите, это история, которая не осовременивает пьесу никаким образом. Это не то, что перенесено в наше время. Это всё-таки есть такой отсыл к тому, как будто бы... К тому ли точно? Вот я хочу вас спросить. Вот это меня всегда очень интересует с точки зрения художественной в театре. Очень часто делаются спектакли, как будто бы исторические. Вот то, что я очень не люблю. Когда... Либо уже ты делаешь тогда конкретную сну, там... Если ты выбираешь какую-то эпоху и переносишь даже действия старой пьесы в другую эпоху, но ты тогда её доигрывай окончательно и делай её очень точно узнаваемой. Ну, мне так кажется, категорично, наверное, может быть, я не права. Но мне всегда это... Мне нравится, когда люди очень точны в своей работе. И вот про какую эпоху сделан этот спектакль? Он сделан именно про эпоху, в которой была написана пьеса, или про эпоху этих конкретных героев и про место, в котором живут герои. Мы ориентировались на период Сирануда-Бержерака, то есть это 1640 год, и около того. Но нужно рассказать, что структура несколько сложнее. Дело в том, что там есть такие персонажи, как граф Дегиш, маркизы и прочие. И вот они исторические-исторические костюмы. Театральные, если не сказать театральщина, может быть, даже немножко. А что касается группы гвардейцев, что касается самого Сирануда-Бержерака, сохраняя историческую форму костюма, я всё-таки делала их в современном прочтении. Это касается обработки материалов каких-то приёмов, отделок. То есть они немножко такие путешественники во времени, а не другие. Это было принципиальное разнесение этих двух групп костюмов. Этих двух групп героев, которым помогают в этом костюмы для зрителей, чтобы они сразу могли отобрать от правых, от левых, холодных, от горячих. Мне хотелось, чтобы было такое ощущение, что вот эти исторические костюмы, которые маркизы и прочие, что они такие с перебором, они такие немножко вот... Тяжеловатые даже, да? Да, да. А вторая часть героев, она более лёгкая, да, и в движении, и... Они проще восприятия, визуально проще. А вот скажите, как художник по костюмам, мне тоже это интересно, костюм как трансформируется со временем? Вот если вы сейчас говорите, исторические костюмы более тяжёлые, более наполненные, много деталей, как я понимаю, да, много каких-то там подкладок, ещё чего-то, ещё чего-то. А сейчас, я так понимаю, люди ходят в одежде, которая, в общем, довольно простая и легка в использовании. Удобно, да. Да, всё меняется в сторону удобства, комфорта. Вот вы когда работали с этими историческими костюмами и сидели в библиотеке, можете рассказать, из чего состоит вот старый настоящий костюм? Что там всего, чего там только много всего? Всего там много и материалов, и формообразующих составляющих, которые дают жёсткую форму, но и ткани были совершенно других, нужно было соединять, дублировать, поддерживать. То есть это всё было жёстче и неудобнее для человека. Но люди в то время были адаптированы к этому, поэтому... Ну да, привычка. Привычка же она. Многое значит. Ну вот, а что было с бельём, например, вот вы изучали? Мне очень интересно, что было с бельём у людей в тот момент? Ведь не было же такого белья, которым мы сейчас пользуемся. Бельё было, но оно было объёмнее, оно было, естественно, без использования трикотажа. То есть, конечно, это были тонкий лён, хлопок. Просто иные материалы, иные формы. Ну то есть вот, если мы говорим, например, о маркизе, то у него были какие-то нижние панталоны, потом верхние панталоны, а чулки были какие-то? Да, чулки были, да. И даже в этот временной период были чудесные мужские чулки с отворотами кружевными. И на грубые высокие сапоги, на отворот этих сапог откидывался кружевной отворот чулка. Очень изысканно. Ну то есть, как бы гольфы надевались, да, сверху надевались брюки, ой, сапоги. И чтобы не сбивались эти гольфы, их сворачивали в обратную сторону, да, они так придерживались. Их откидывали на отворот сапога, и ложилось дорогое красивое кружево на кожаный сапог. И у вас тоже есть дорогое красивое кружево у актёров? А, у нас есть у графа Дегиша, да, вот именно такой вариант. А здесь была какая-то нижняя рубашка, потом какая-то верхняя рубашка? Несколько рубашек, да? Нет, в данном случае были рубашки, а сверху уже шли... Камзолы? Ну, даже не камзолы, дублеты, больше, может быть, можно назвать, хотя куртка – это современное название, ну, скажем, дублеты. А что это, это как выглядит, расскажи. Ну, это же интересно же, это вам понятно всё, что вы говорите, а я с вами разговариваю, наши слушатели, это же интересно, вот рубашка, она с каким рукавом, что там были... С объёмным, рубашка с воротником, с отворотами, с воротником украшенным кружевом по краю, с широкими объёмными рукавами, всё это складывается в дублет, который плотно сидит по фигуре, да, талии. Это как куртка, да, такая короткая? Какая-то куртка, да, с баской. А баска? Баска – это такие отлетные детали, которые идут ниже талии. А. От талии до бёдер. И объёмные рукава, которые, в общем, тоже... Втискиваются, да, в эту куртку? Или в куртке тоже объёмные рукава? Да, да, да. Тоже объёмные рукава, да. И даже часто были они с разрезами, чтобы там видны были, ну, части рубашки. Вот. Обязательная примета времени – это перчатки для мужчин. В любую погоду? Да, да. Да? Да, и это, в общем, очень добавляет выразительности костюм. Конечно, шляпы. Угу. Большие, широкополые. А почему шляпы носили люди постоянно? Это защита и от непогоды, и это защита... Ну, всё-таки это были гвардейцы и мушкетёры, и защита в бою. Угу. То есть шляпа вместо шлема? Шляпа вместо каски? По сути. Каски тоже были, но они были не для высшего сословия. Угу. Ну, я говорю, что для них были шляпы вместо каски, они защищали головы от ударов, да? Да. Хотя вот для нашего графа Дегиша, например, мы сделали каску, смешную каску с пером, но там задача была, чтобы в этот момент, когда он рассказывает, что он отправляется на войну, чтобы он был нелеп и смешон. Поэтому у него была такая специальная каска с смешными подрагивающими перьями. Мне казалось бы, что этот костюм получился очень удачным. Хорошо. А женщины как одевались тогда? Женщины были в прекрасных платьях с глубоким вырезом, чтобы была видна шея, плечи. Тонкая талия, тоже объемный рукав, как и в мужском костюме, и объемная юбка. А внизу вот как тонкую талию добивались? Какими-то корсетами уже тогда? Утягивали в корсет, конечно. И тонкая талия получалась за счет разницы утянутости в корсет и плюс дополнительные подложенные по бедрам валики, которые давали вот этот элегантный перепад от талии. Скажите, а корсеты вообще когда появились в истории костюма? Корсеты появились, мне кажется, что в XIV век уже появлялись какие-то мягкие первые варианты, вот не жесткой утяжки. А потом они все как бы больше и больше затягивали женщину? Они трансформировались, но в принципе они всегда были очень строгими к женскому телу. А исчезли они? Ну, они не исчезли на самом деле, они до сих пор используются, конечно. Начало XX века женщины захотели чувствовать себя свободными. Феминизм начался? И корсеты исчезли из повседневной жизни. Да, ну вот, допустим, в нашем спектакле у нас всего одна красавица Роксана, всего одна актриса, и есть еще Дуэнья, но у нее совсем небольшой выход. А что касается костюмов Роксаны, она у нас появляется и в таком историческом костюме с открытыми плечами, и в сцене войны она появляется практически в мужском обличье, но при этом необыкновенно грациозна и хороша. То есть у нее такая история трансформации ее образа на протяжении спектакля. Понятно. А сколько всего костюмов вы придумали для этого спектакля? Боюсь ошибиться, но думаю, порядка двадцати пяти. Двадцать пять костюмов? Да. Ну вот для всех героев, да? Или там вот, например, там гвардейцы, они в одинаковых ходят? Нет, нет. Нет, у каждого свой? Каждый гвардейцы индивидуален, конечно. То есть вы просто по характерам, да, разбирали и какие-то тонкости в каждый костюм выносили, какие-то детали для каждого костюма. А у вас за спиной это ваши рисунки висят, ваши эскизы? Да, да-да-да, это мои любимые, мое пространство. Скажите, пожалуйста, Светлана, а вот вы говорили о том, мы сейчас вернемся тогда еще раз в вашу предыдущую жизнь, да, какие вот еще, вот какие вы делали? Вы сделали исторические, спектакли на исторические темы, спектакли современные вы делали? Вот в чем разница для вас, работая с современным костюмом и с историческим костюмом? Понятно, исторические вы изучаете эпоху, изучаете историю, смотрите все, что связано с героями, если они тем или иным образом как бы существовали, да, на самом деле. Читаете все, что связано с тем периодом, связанным с художественным, да, какими-то движениями, костюмами. Когда вы думаете про современность, что для вас является отправной точкой для создания костюма? Женя, вы знаете, я, наверное, не могу сказать, что есть большая разница между работой над историческими костюмами или неисторическими. Самое главное – это поймать то ощущение, каким будет мир этого спектакля, и понять его визуальный мир, я имею в виду, и понять, что это, кто эти люди. И как только ты внутри себя ощущаешь, вот что это такое, ты потом очень точно понимаешь, это из нашего мира, это не из нашего мира. И не суть важна, это исторический или современный, или фантазийный, придуманный, какой угодно костюм. Главное – понять, что это. Хорошо, вы так сейчас сказали. Ощущение, наверное. Вы сейчас сказали так, и мне просто интересно. А вот были ли у вас спектакли про будущее или какие-то совсем сказочные, где нельзя было, ну, где надо было совсем отпускать свою фантазию? Наверное, наверное, нет, но мне очень хотелось бы сделать. А куклы? Как с куклами работать? Это же вообще другая история. Да, куклы – это другая история. И мне интересно очень работать с куклами в том числе, потому что в какой-то степени там степень свободы больше. То есть кукла может делать то, что не может делать человек. Например? Ну, например, она может распасться на части. Так. Например, она может появиться в одной части сцены, потом тут же в другой. С ней могут происходить какие-то фантастические трансформации. Наверное, сейчас современный театр может что-то подобное визуально создать и с участием человека. Но степень свободы куклы иногда очень-очень привлекательна. Угу. Хорошо. А какие-то планы уже есть? Спрошу шепотом. Планов очень далеко вперед пока нет, но сейчас у меня идёт работа над костюмами для спектакля «Сказки у Камина», Драка Непеса театра. Угу. И вот на данном этапе я занимаюсь этим. То есть есть работа, да? Я хотела ещё спросить вот о чём. Чем отличаются костюмы для драматического театра? Вот про кукольные мы немножко поговорили, да, что у кукол есть особенности и возможности для использования каких-то совершенно необыкновенных фантазий. Ну, понимаем, что это возможно использовать. Потому что я, например, ещё тоже хотела сказать, что когда я работала и у меня был один проект, в проект пришла довольно интересный дизайнер по костюмам, который делал модельные показы, всё, и сделала с костюмами для актёров. Но ткани, которые она использовала, не давали им возможности дышать. Они очень хорошо держались, но они чувствовали себя как в стекле в этих костюмах. И, в общем, много чего пришлось переделывать. Так что технологии для театра, они тоже должны учитывать необходимость актёра дышать, говорить и существовать, и двигаться на сцене в течение долгого времени. Это необходимо учитывать. Это очень важная составляющая. И даже когда мы делаем костюмы исторические, мы всё равно учитываем современные потребности наших артистов, мы всё равно адаптируем на том уровне, который не будет заметен для зрителя, но используем те моменты, которые позволят артистам чувствовать себя комфортно. Ну и плюс ко всему, что если спектакль существует долго, то, конечно, и костюм должен жить вместе с этим актёром долго. И вместе с этим актёром он может, не знаю, меняться в объёмах, в размерах, потому что тоже же разное бывает в этой жизни. И актрисы иногда уходят в декретный отпуск, перед этим играют долгое время спектакли. Ну, в общем, много всего связанного с костюмами и вот с такой вот нормальной человеческой жизнью. Я вот что хотела спросить. Ведь вы же работали в музыкальном театре. Да. Имени Станиславского, Немировича, Данченко. Да. И вы делали костюмы. Это были оперные спектакли. И балетные. И балетные. Вот. Тогда расскажите, что особенного есть в одном и в другом случае. Оперные костюмы, я думаю, ближе всё-таки к костюмам драматического театра. Я не имею... Ну, может быть, и визуально, и по технологическим особенностям. Балетные костюмы – это, конечно, особая история. И я счастлива, что у меня есть опыт работы с балетными костюмами, потому что это... Мне кажется, если ты понимаешь, как делать балетные костюмы, то ты сделаешь всё, что угодно. Почему? Потому что очень высокие требования к удобству и технологичности в балете. Это может просто... Неудобный костюм может стать причиной того, что балетный артист просто сломается. Ну, упадёт и убедит. Вот. Поэтому очень важно учитывать. И мы всё на примерках всегда проверяли, чтобы хорошо поднимались руки, чтобы хорошо двигались ноги, чтобы можно было сесть на шпагат и куда угодно. Это всё проверяется. Есть нюансы, которые обязательно нужно учитывать в работе над балетным костюмом. А вы шили классические вот эти пачки, вот это всё? Это у вас было тоже в жизни в балетной? Ну, я лично не шила, но, конечно, были классические балетные пачки в постановках, которые мы делали. Да? А это вообще... Вот расскажите, как их делают? Мне просто самое очень интересное. Или это секрет, который нельзя раскрывать зрителю? Женя, вы знаете, это абсолютно не секрет, потому что я вам проговорю на словах, но это всё равно... Ну, интересно же, процесс. Да, конечно. Балетные пачки – это слои тюля, причём разные наборы и разные технологии. А вы знаете, что в каждом балетном театре, ну, практически в каждом, есть своя балетная пачка, свой кройс, и театры гордятся этим. Да вы что? Вот видите, как вы интересно рассказываете. Например, когда мы осуществляли постановку балета «Дон Кихот» в театре Станиславского и Немировича Данченко, это был такой перенос балета из Парижа. Когда привезли образец костюма, можно было посмотреть, и мы пытались это воссоздать, и воссоздали французский вариант балетной пачки. Там немножко другая форма, но на нюансах это всё очень видно. Ну, даже... А в движении, когда балерина двигается, это тоже видно, да, что пачка... Вот вы можете, когда смотрите, например, видео спектакля, сказать, о, это пачка из Франции, это пачка английская, это пачка немецкого балета? Я думаю, что да, это видно, конечно. Потому что в Москве делали пачки более жёсткие, такие похожие, может быть, ну, не скажу на тарелку, но у них более жёсткая форма. И даже чуть-чуть вверх поднимается, да? Тогда да. А в пачках французских совершенно не было стальки, это такая специальная металлическая полоска, которая поддерживает форму, и они такие были немножко припавшие, очень красивые, тоже, в общем, своеобразные. Да, и в движении, в прыжках они вместе с балериной двигаются. Они мягче, да, они мягче в движении. Вот видите, вот-вот, вот что интересно на самом деле всегда. Ты же никогда это сам не понимаешь, что это особенность не конкретного художника, который придумал такое, а что это какая-то традиция именно театра, именно школы балетной, да? Что это связано с этим? Интересно. А вот балет, например, в Большом театре, в Театре Станиславском, там различаются тоже пачки? Да. Тоже? Ну же вроде в одном городе танцуют люди. Разные-разные театры, конечно. Да, и там пачки разные. А вы в Большом ничего не делали тоже? У меня была возможность поработать в Большом, но как-то так сложилось, что я, в общем, осталась верна Театр Станиславского и Невероя Чуданин. Ну хорошо. Значит, мы можем говорить о том, что если вдруг у вас появится какая-то возможность сейчас в Эстонии сделать какой-то балет с кем-то, то вы специалист, который знает очень много разных тонкостей, технологий работы с балетными костюмами? И что у вас это качество? Качество, которым, наверное, не каждый художник по костюмам умеет пользоваться и имеет такой опыт. Смею предположить, что да. Ну хорошо. Значит, у вас есть, как говорится, скилл, который вы можете продать дорого и хорошо. А что еще? Вот хорошо. А вот вы ходите сама в театры в Эстонии какие-то? Что вы видели? Что вы смотрите? Что вам интересно? Вы как зритель театральный себя нашли в Таллине? К сожалению, был период ограничений, когда театры не работали. Но сейчас, конечно, я стараюсь восполнить. Наверстывайте. Да. И я должна сказать, что Эстония очень театральная страна. И то, что я посмотрела в русском Вене-театре, русский драматический театр Таллина. Мне понравился спектакль «Мудрец». Мне понравился «Танец Дели», который был поставлен на малой сцене. Тоже Филиппой. По пьесе Варапаева, да? Да, да, да. И мне нравятся постановки «Театриума». Это небольшой такой театр, которым руководит Лэмбит Петерсон. Я посмотрела у них два спектакля из трилогии Зейлера «Отец и сын». Не знаю, есть ли у них мать в репертуаре, но вот эти два спектакля мне очень понравились. Они были на эстонском языке. Но, тем не менее, мне как зрителю было понятно и очень интересно. Мне нравится стилистика театра. Очень хотелось бы мне посмотреть, пока не успела, но заинтересована спектакль в Тарту театра «Ванэму». Это мои планы. Ну, хорошо. Вот я вам могу посоветовать, что в мае месяце будут наши коллеги из Риги играть свой спектакль «Ваба-лава». Это такая площадка, которая называется «Два гаража». И они играют на таком... Ну, там очень мало текста. Играют они на английском, поэтому понятно всё. Потому что играют двое актёров из Эстонии, двое актёров из Латвии. Вот, я вам очень рекомендую. Они недавно играли в конце апреля здесь в Риге, я ходила смотреть. Но они продолжают играть на сцене «Ваба-лава». Так что вот тоже вариант для вас, как для зрителей. Спасибо, Женя. Я записала. Хорошо, ловите дату. Я не могу вам сейчас точно сказать, но я знаю, что они продолжают играть. Да, и я хотела у вас спросить, если вы, например, куда-то ещё, может быть, в Финляндии, ведь рядом Хельсинки, как для вас вообще, как для человека из театра, вы готовы, например, ездить, смотреть какие-то музыкальные спектакли рядом с собой? Вот мне всегда это интересно. Пока ещё не проверяли возможности, что там есть рядышком? Но проверить. Пока нет, но обязательно проверю. Да, хорошо. Ну, расскажите тогда в следующий раз, когда мы будем видеться и разговаривать. Я вам желаю удачи и успеха. Я очень надеюсь доехать и посмотреть эту премьеру «Серанода Брожирак» и «Танец Дели», который я ещё не видела. Может быть, как-то получится это объединить и посмотреть вместе. Вдруг будет рядом в Русском театре, потому что я слежу за всеми возможностями и периодически приезжаю в Таллинн смотреть. И давайте учить язык страны, в которой мы живём. Вот вы в Эстонии ходите в театр, смотрите на эстонском языке. Я в Латвии тоже смотрю спектакли на латышском языке и мне кажется, что это один из самых лучших способов погрузиться в язык. Да, да, это прекрасно. Да. Спасибо большое, Светлана. Удачи. И всего доброго. Привет Таллину. Спасибо. 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 Следующая программа «Без антракта» будет следующий четверг. Мы увидимся. Всего доброго и до встречи в театре. На одной волне с городом радио.